Гулевер, скажи, пожалуйста, что вчера произошло в Снежном, в поселке Северный, где ты снимал репортаж? Мы гуляли по району Северный с людьми, которые там живут и протестируют против незаконной добычи. И они хотели нам показать копанки. По-первых, мы были в копанках, которые не работают сегодня. Там не было никого. Говорили нам, что может быть не работает сегодня, потому что был смертельный случай недалеко в Торизе, и поэтому есть перерыв в копанке. Видно было, что только время эта копанка не работает, потому что еще кабель есть, и баня для работников, все есть, многие вещи. Потом мы гуляли чуть-чуть далее, и мы слышали звук, что есть угол, и кто-то там работает. И там мы шли и видели людей, которые работают в копанках, в лесу. Мы снимали чуть-чуть, и мы хотели с ним поговорить, делать интервью. Шахтеры там говорили, что не хотят, и я видел, что один из них берет мобильный телефон, и я думал, что он, наверное, звонит шефа, чтобы шеф здесь приехал, и шеф тогда бы мог нас блокировать. Поэтому мы решили, чтобы уйти, уйти как быстро можно. Нам сказали, что шефы этой копанки нас ждут по дороге. Мы ехали, и мы видели эту же машину, которую мы видели раньше, и не остановились. И эта машина ехала за нами. Так, вернулся и ехала за нами. После нескольких минут было понятно, что эта машина за нами едет, следит нас. И что была тоже еще одна машина. Две машины, да. Минимально еще две, может быть еще третья, я не знаю. И они хотели нас остановить. Они делали сигнал, свет, тоже рукам, чтобы мы остановились. Они ехали близко нас. Пытались прижать капотчину, подрезали. Видно было, что они хотят, чтобы мы остановились. Но мы не остановились. Ехали дальше. Чуть-чуть это было непокоенно, беспокоенно. Но потом, когда мы были близко к центру Снезной, они уехали вправо. Другую дорогу. Другую дорогу. Другую дорогу. Другую дорогу. Наверное, они думали, что мы едем на Донецк, поэтому мы тоже вправо. Но мы просто проехали через Снезной, и потом не видели эти машины. Понятно, спасибо. Can Ukraine be a member of European Union? No. No. It seems clear, and it's been going on for years, that there is illegal mining in the Donbass region. Everybody knows about it. People don't do much to stop it, in many cases, because it's the only way that they have of surviving, but it remains completely illegal. Something which is illegal, a situation, a country which has a large industry going on completely illegally, and with the police turning a completely blind eye to it, this is clearly not a country that meets the standards of the rule of law of the European Union. But we also didn't mention other issues which are blocking Ukraine from joining the European Union, such as the selective justice that seems to be being dealt out to former political leaders, and the doubts about the integrity of the elections, whether or not they were really fair. As you know, I'm sure there were lots of reports suggesting that there were a lot of problems with the last to parliamentary elections and the local elections that were before that. In Ukraine, there are a lot of violations that help them get into the EU. In particular, there are a violation of the law, a violation of the law, a violation of the law, and the justice of the law. In other words, the big industry industry works illegally, many people are involved in it illegally, and in the EU, where there is a violation of the law, it is not acceptable. Thank you. Thank you. Thank you.